Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу сразу предупредить, что мой обвек, так же как и вопрос, может показаться, вот знаете, тем, что я не очень люблю, стараюсь этого избегать, по крайней мере я стараюсь этого совершенно точно избегать в каких-то публичных ответах, потому что мне кажется это неприемлемым. Ну понятно, что в индивидуальной работе иногда это все-таки вот как-то, ну есть какая-то необходимость иногда, вот, но в основном я стараюсь конечно этого избегать. Так вот, покажется несколько похожим на то, что я называю кухонной, кухонной такой психологией, вот, к сожалению. Вот, и хочу предупредить, что, ну, отношение к этому может быть вот такое не слишком хорошее. Вот, хочу предупредить так же тоже, что, ну, некий такой, некий такой скепсис, да, некий скепсис, он в целом абсолютно нормален. В данном случае скепсис это абсолютно норма и ничего такого в этом нет. Итак, мне 18 лет, я учился на первом курсе, я доброжелательный, всегда готов прийти на помощь, дружелюбный, стараюсь общаться почти с каждым, но я не навязчивый и внешне выгляжу симпатично. Во время перемены подходят два парня, один говорит другому, что никогда бы ко мне не подошел, никогда бы со мной не встречался, в городах специально, чтобы я это услышала. Они специально приблизились так, чтобы я это услышал. Я сделаю вид, что ничего не услышала, но мне было очень неприятно, если это тебе не нравится. Если не переносишь меня, скажи это своему другу, но почему они это специально сделали, что я им сделала. Смотрите, здесь несколько моментов. Во-первых, подобная реакция является демонстративной. Это вот первый такой момент. Подобная реакция является, повторюсь на всякий случай, демонстративной. Что это значит? Это значит, что вам действительно специально хотели показать отношение к вам. Но задавайтесь вопрос, зачем? Зачем показывать демонстративные отношения к вам? Демонстративные отношения, как правило, необходимо. Вот демонстративное отношение, необходимость в нем, как правило, появляется тогда, когда я хочу что-то скрыть. То есть, скорее всего, речь идет о том, чтобы скрыть какое-то другое отношение к вам. И, честно говоря, я подозреваю, что подобное демонстративное поведение призвано скрыть эмпатию одного из молодых людей. Почему? Потому что то, что вы слышите, является рациональным проявлением. Ну, то есть, иными словами, продуктом работы интеллект. Это то, что вы слышите. Но, хочу обратить внимание на то, что для того, чтобы подобная мысль в голову пришла, нужно об этом подумать. То есть, для того, чтобы мне сказать, что я не хочу с вами встречаться, мне нужно сначала подумать о том, каково это было бы с вами встречаться. Понимаете? То есть, только такой порядок. Если бы я не хотел, если бы у меня не возникло никаких мыслей по поводу перспективы встречаться с вами, очень важно понимать, что ничего бы не было. То есть, у меня появилась некая симпатия, желание с вами встречаться, но интеллектуально я это обработал и обесцелил. И ушел в отрицание. Вот это та самая часть, о которой я говорил, которая является, к сожалению, кухонной психологией. А мы что-то из серии, ну, из серии слухов, из серии объяснений и так далее. Вот. Психологи, по крайней мере, те из нас, кто уважают себя, уважают профессию, которой мы занимаемся. Вот. Очень не любят подобный вектор обсуждения. Другой вопрос. Вопрос такой. Крайне важный. Почему? Почему? Вас это волнует? Почему вам было неприятно? И вот на этот вопрос даст ответ как раз таки. Ваша поведенческая модель. То есть, иными словами, то, как вы себя называете, вы себя называете добрый, готовый всегда прийти на помощь и так далее. Вот этот аспект, к сожалению, говорит, как правило, о том, что вы боитесь быть ответным. Страх отвержения у вас имеет, к сожалению, ну, я бы сказал, достаточно сильные корни. Вот. И это, на мой взгляд, проблематика самооценки. Это, на мой взгляд, проблематика отношения к себе, но самое главное. Это проблематика того, что вы себя, сами себя обесцениваете. И вот это, пожалуй, является самой главной проблемой. То, что вы себя обесцениваете. И именно поэтому, на мой взгляд, к вам, вот дамы и мужчины так относятся. Они отражают вам, ваше же собственное отношение. К сожалению. И до тех пор, пока вы будете себя обесценивать, до тех пор, пока вы будете так к себе относить, до тех пор, пока вы будете бояться того, что вас отвергнут, бояться того, что вас не примут, до тех пор, пока вы будете пытаться заслужить любовь, обесценивая при этом себя. К вам люди, к моему большому сожалению, будут относиться так, как относятся на данный момент. Потому что только мы учим людей отношению к себе. Никак не иначе и никак по-другому. К сожалению. Поэтому я очень хочу, чтобы вы заострили на этом внимание. И занялись бы психотерапией для того, чтобы культивировать в себе любовь. Любовь к себе. Любовь к себе. То, что я сейчас говорю, это вот исключительно все касается любви к себе. Понимаете, да? Никто не говорит о том, что вы должны перестать помогать людям. Ни в коем случае. Но мы говорим сейчас о том, что помощь ни в коем случае не должна быть в ущерб вам самой. На мой взгляд, сейчас именно это происходит. Вы вредите себе. И вот это самая большая на данный момент проблема. Как только она будет решена, я думаю, что люди начнут чувствовать, как вы к себе относитесь. И ситуация сразу же нормализуется. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. До часа. Анудиковоротес ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА f